Здравствуйте, это «Голос Америки» и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальпирович, и в этом выпуске я с коллегами расскажу вам о событиях 891-го дня войны и главных новостях пятницы 2-го августа. Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам в Украине. Встреча членов правительства Украины и Турции. Украинский аспект большого обмена заключенными. А также о том, что Япония поможет Украине с восстановлением культурных объектов. Итак, Россия не только встречает с почетным караулом киллеров из ФСБ, но и продолжает убивать своими обстрелами мирных граждан Украины. Мы начинаем, как всегда, с рассказа о том, как российская армия обстреливает украинскую территорию, продолжая захватническую войну против соседней страны. За прошедшие сутки вооруженные силы России нанесли удар по Купинску в Харьковской области, вследствие чего погибла мирная жительница, и еще одна пострадала. Об этом сообщил глава Харьковской военной областной администрации Олег Сенегубов. Удар был нанесен рядом с жилым домом, где обе находились. Там же, в Харьковской области, в Дергачевской громаде, в результате удара российским дроном по автобусу с гражданскими людьми, получили ранения семь человек. Россия также продолжала обстрелы и Запорожья. Стреляла она и по Донецкой области, которую, как я напоминаю, она объявила своей. Но, тем не менее, там продолжают гибнуть люди именно от российского оружия. Сегодня же военное командование Украины заявило, что Россия продолжает и усиливает атаки на Покровском направлении. Из Покровска и окрестных районов продолжают эвакуировать мирных жителей. По данным волонтеров гуманитарной организации East SOS, которые помогают вывозить местных жителей, количество запросов на эвакуацию в последние две недели увеличилось в 10 раз. Вот что рассказало агентство Reuters об обстановке в этом районе. Жительница Новогродовки Любовь Грищенко, которую сегодня эвакуировали. Ну, обстрелы большие у нас. Начинают там с пяти утра и летят на ракеты, все. В Чикаке авиабомбы, все. А давно вас так всегда бомбят? Да нет, недавно. У нас было спокойно. Спокойный наш город был. Мы думали, что он обойдет. Обойдется. Мы думали, что все обойдет. Он у нас как-то в середочке стоит, а он сейчас не стал обходиться. Все идет на нас, короче. Сегодня на школу прямо попало, внутри школы. Школа горела. Много у нас там попало, и домов много очень. От Новогродовки на линии фронте мы стоим пять километров. Все через нас летит вот так вот. Также об обстановке на фронте говорил сегодня и президент Украины Владимир Зеленский. Вот что он сказал, заслушав доклады военных. Была доповедь Головкома Сырского, что до фронтовой ситуации, и наиважнейшее, звичайно, что до Покровского напрямка. Был доклад Головкома Сырского относительно фронтовой ситуации. Самое важное, конечно, относительно Покровского направления. Там неизменно идут наиболее жестокие бои, и это направление нуждается в наших усиленных ответах оккупанту. Каждая бригада, каждое подразделение на Покровском направлении, все наши воины, которые сохраняют устойчивость, там и защищают наши позиции, несмотря на российские штурмы. По многому держат основу защиты на всем востоке нашей страны. При этом мы не уменьшаем внимание и ко всем другим направлениям на фронте, на Донеччине, а также на Харьковщине и в южных областях. Стараясь защитить и освободить свою территорию, Украина также старается возвратить тела всех своих защитников, которые погибли на поле боя. По итогам репатриационных мероприятий в Украину, как сегодня сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, вернули тела 250 павших украинских военных. Процитирую сообщение штаба, на родную землю удалось вернуть тела погибших защитников из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и из Моргов на территории государства-агрессора. Отмечается, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Репатриированные тела и останки перевезут в определенные государственные учреждения, и представители силовых структур и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тел передадут эти тела семьям для достойного захоронения. Украина не только возвращает своих погибших, но и также возвращает России тела ее солдат. При посредничестве Международного комитета Красного Креста 38 тел погибших в Украине российских военнослужащих были возвращены в Россию в рамках репатриации. Об этом тот же координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными рассказал сегодня. Это тела и останки, собранные украинскими поисковыми группами в районе населенных пунктов Работина, Очеретина, Уманская, Кисливка, Андреевка и других территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областей. Указывается, что Украина проводит лишь предварительную идентификацию найденных тел и останков, что происходит на основании документов, жетонов, именных нашивок и прочего. Теперь у международной деятельности Киева в Турцию отправились высокопоставленные чиновники из Украины и украинский министр обороны Рустем Умеров встретился в Анкаре с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером. Как сообщает Минобороны Турции, Гюлер приветствовал украинского коллегу Умерова. После этого оба министра провели встречу в Министерстве национальной обороны. Есть и экономические контакты. Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко провела переговоры в Стамбуле с министром торговли Турецкой Республики Амером Балатом. Она заявила, что Украина рассчитывает на активное участие лидерства Турции в обеспечении продовольственной безопасности. Мы помним, что Турция участвовала в организации инициативы «Grain for Ukraine» и, в общем-то, была посредником в черноморской зерновой сделке. Теперь Свириденко говорит, мы надеемся на укрепление и развитие стратегического партнерства между Украиной и Турцией во всех областях, в том числе, например, в продовольственной безопасности. И Свириденко отметила, что Турция уже де-факто является хабом поставки украинского зерна в другие страны. Сегодня также турецкий парламент ратифицировал соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией. Свириденко и Балат тоже это обсудили. Ну и также Украина обращает внимание Турции на то, что недопустим обход санкций, введенных против России с использованием турецких компаний. Мы знаем, что накануне в Анкаре состоялось еще одно очень серьезное событие. Там произошел беспрецедентный обмен с заключенными. И сегодня мы продолжим тему обмена российских политзаключенных и иностранных заложников на нужных Москве шпионов и хакеров. Не только потому, что это мировая новость, но и потому, что многие рассуждают о связи этого шага с возможным желанием России показать, что она готова к гуманным шагам и на украинском направлении. Однако в самой Украине считают, что этот обмен не является свидетельством того, что Россия готова отказаться от агрессии. По материалам украинских публикаций рассказывает Ксения Туркова. Украинские аналитики, журналисты и блогеры сходятся в том, что большого влияния обмена заключенными на ход войны в Украине ожидать не стоит. Политолог Владимир Фисенко в колонке для издания New Voice в качестве важной детали отмечает роль Турции в этом обмене. Он напоминает, что первый крупный обмен пленными между Россией и Украиной тоже состоялся при посредничестве Анкары, как о подписании зернового соглашения. В острой конкуренции за роль посредника в будущих переговорах о завершении войны между Россией и Украиной Турция заработала дополнительные баллы, заключает Фисенко. В свою очередь, журналист издания «Апостров» Вадим Денисенко в статье «Политический обмен России с Западом. Первые выводы» отмечает, что во всей этой истории никак не фигурировал Китай. Кремль продемонстрировал Китаю, что может самостоятельно играть в политические игры без посредников. Проще говоря, Кремль в очередной раз, после заигрывания из КНДР и наступления на китайские позиции в Африке, показывает Пекину свою политическую независимость, пишет обозреватель. В этой же публикации говорится о том, что обмен пока не выглядит прелюдией к результативным переговорам. Цитата. «Исходя из концепции хаотизации американской политики, Путину нужно водить за нос администрацию Байдена, а затем и Трампа, чтобы заставить начать диалог с Россией. Для Путина главная задача – возвращение к диалогу. И диалог сейчас – это самая главная цель Путина». Ведущий радио «Нью войс» Дмитрий Тузов в свою очередь отмечает, что теперь схема взятия в заложники западных граждан, к сожалению, усилится. На заметку всем людям свободного мира, которые планируют путешествовать, соревноваться, работать в России или просто посмотреть на шпиль с Пасской башней. Вполне вероятно, что вас будут обменивать на какого-то российского шпиона, который похитил секреты гиперзвукового оружия или расположения систем ПВО в вашей родной стране», – говорит Тузов. «То, что Путин лично встретил в аэропорту, обнял и поприветствовал наемного убийцу Вадима Красикова – это шикарная метафора современной России», – пишут украинские журналисты-блогеры Иван Яковина. «Если кто-то сомневался, что сейчас Россия является стопроцентно криминальным мафиозным государством, то вот оно подтверждение», – заключает он. Между тем, по данным известного украинского журналиста Виталия Портникова, бывший сотрудник ФСБ и осужденный убийца Вадим Красиков мог работать лично на Путина. Именно поэтому главе Кремля так важно было вернуть его из Германии в рамках обмена. По информации Портникова, Красиков был связан с Путиным еще со времен его работы вице-мэром Санкт-Петербурга. Он, разумеется, мог предоставить западным спецслужбам информацию о прошлом российского президента. Такую информацию, которую Путин никогда ни с кем бы не хотел делиться, отмечает журналист. С одной стороны – оппозиционеры, интеллектуалы, журналисты. С другой – убийца, стукачи, шпионы. Вот так по тем, на чьем возвращении настаивает страна, и можно понять, чего сама эта страна стоит. Россия не стоит ничего – приют для убийц, стукачей и шпионов, чье начальство как ширмой прикрывается высокой культурой, балетом, национальной уникальностью. Подытоживает украинский политический обозреватель, автор телеграм-канала «Черная лампа» Валерий Калнаш. То, что обмен и планы агрессии России против Украины не связаны, заявил мне в интервью и бывший посол США в Украине, глава Центра Евразии Атлантического совета Джон Хербст. Я не вижу никакой связи между этим и агрессией Москвы в Украине. Проблема освобождения заключенных в России, Соединенных Штатах и других странах Запада – очень распространенная история. И все стороны заинтересованы в таких обменах. Я думаю, что это именно то, что мы видели вчера. Хотя я должен признать, что это был особенно сложный и интересный обмен заключенными. Единственная связь, которую можно установить между этим обменом и войной в Украине, заключается в следующем. Уровень контактов между российскими и американскими официальными лицами был исторически низким после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И очевидно, для заключения этой сделки потребовалось немало таких контактов. Но я не знаю о каких-либо изменениях в планах России по поводу ее агрессии в Украине или видения этой войны Америкой в смысле своих интересов на фоне ведения Москвой этой войны. И, конечно, нет причин, по которым позиция Украины могла бы измениться. Мнение о том, что обмен на войну не повлияет, да и не может повлиять, разделяет в комментарии для «Голоса Америки» и эксперт Карлова университета в Праге Александр Морозов. На мой взгляд, произошедший обмен, он не окажет никакого влияния на дальнейший сюжет и сценарий идущей войны. Все продолжится, как оно шло. Рассматривать этот обмен как какой-то шаг в направлении сближения позиций России, Соединенных Штатов и европейских стран совершенно невозможно. Хорошо видно, что этот обмен чрезвычайный. Он такой как бы экстраординарный обмен, очень сложно сконструированный. Скорее всего, подобный обмен даже и не повторится уже в истории. Не случайно его называют историческим. А сам по себе ход военного конфликта, он как бы прочерчен вперед уже на, во всяком случае, на год как минимум. И, конечно, здесь прямой связи нет. Год – это минимальный срок. И, с моей точки зрения, будет в течение года, всего года, сохраняться тот паритет, который сложился и на фронте, и не только на фронте, но и в борьбе по другим направлениям. Этот паритет чрезвычайно сложно изменить уже. И Украина добилась очень больших успехов оборонительных, это очевидно. В то же время Кремль не отступает и будет наращивать, так сказать, и военные свои возможности, и стремится переломить ход событий на фронте в свою пользу. Но при этом, насколько можно сейчас видеть, все, кто говорит о возможном перемирии или о каком-то движении к миру, они все подчеркивают в один голос, что в настоящий момент условия не сложились для таких переговоров. Поэтому, я думаю, мы увидим там дальше целый ряд международных усилий для того, чтобы двигаться к мирному процессу. Этот процесс не начнется, пока не произойдет существенного нарушения паритета на фронте. Если он произойдет в пользу Украины, это одно, если в пользу России, другое. Но, тем не менее, на данный момент все определено этим. Ну, конечно же, правозащитники в Украине были рады тому, что их коллеги из России были освобождены. Об этом мне сказала Александра Матвеичук, глава организации «Центр гражданских свобод», которая в 2022 году вместе с Российским мемориалом получила Нобелевскую премию мира. Также Александра сказала в беседе со мной, что мир не должен забывать о тысячах военнопленных и похищенных Россией мирных гражданах Украины, в том числе и об украинских детях, которые были похищены с оккупированных территорий. Первое, что стоит сказать, что возвращение каждого заложника – это очень важно. И поэтому я рада за семьи, которые, наконец-то, могут обнять своих родных. Среди людей, которых вернули, есть наш коллега, друг Олег Орлов, российский правозащитник, руководитель ликвидированного правозащитного центра «Мемориал». И для нас, для правозащитного сообщества, важно, что он на свободе. И важно также не забывать про то, что более 19 тысяч украинских детей находятся на территории России, незаконно депортированы, что также продолжают пребывать в тюрьмах политзаключенные, военно-пленные, незаконно удерживанные гражданские заложники. И в целом, эта борьба, которая сейчас ведется между Россией и Украиной, это не просто война за территорией, это война между авторитаризмом и демократией. И, несмотря на все сложности, мы будем продолжать бороться за то, чтобы каждый человек оказался на свободе и каждый ребенок вернулся домой. Говорят о Нобелевской премии Александром Матвейчук. Ну и напоследок, как это иногда у нас бывает, новости, которые поднимают настроение. Украина и Япония согласились сотрудничать в сфере восстановления украинских культурных объектов, фондов украинских музеев и так далее. Японское агентство международного сотрудничества и Министерство культуры и информационной политики Украины объявили о том, что намерены сотрудничать в восстановлении культурной инфраструктуры. Украинская сторона заявляет, что работает над приведением в соответствии с техническими требованиями хранилищ для культурных ценностей в музеях. Ну а японские чиновники сказали, что их команда занимается вопросами восстановления Украины. Я процитирую высокопоставленного представителя японского агентства международного сотрудничества Наомити Муроока. Он сказал, «Мы оказываем помощь, цель которой обеспечить экстренные потребности Украины. Однако мы заинтересованы и в сотрудничестве по вопросам сферы культуры, потому что мы понимаем ее возможности». Но я от себя скажу, что надеюсь, что Япония, которая, кстати, принимает и беженцев из Украины, реально поможет Киеву с восстановлением культурного наследия сильно пострадавшего от агрессии России. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста «Голос Америки. Украина. Самое важное». Пожалуйста, подписывайтесь на этот подкаст на платформе Apple Podcasts, слушайте его на сайте «Голос Америки». напрямую там, где это возможно, и, конечно, на канале «Эхо». Этот выпуск подготовил Данила Гальпирович. Также над ним работал звукорежиссер Алексей Зонов. Большое вам спасибо за внимание. Услышимся на следующей неделе.